Так, наш третий учебный день. Первый учебный день прошел хорошо, на второй учебный день он что-то его начал тошнить, там пришлось забрать. Вот сегодня идем в третий учебный день. Вроде бы сегодня все нормально должно пройти. Сегодня прохладно, ветер. Рада в это дело. И идем. В общем, сидим мы сейчас на вокзале, ждем автобус. Рада вот тут уснула. Я получила справку из земельного про землю, которая наша соседская. В общем, тут оказалось два хозяина, так как дом был двойной. Вот, написано Дик Наталья Артуровна. Это 21 декабря 1999 года числится. И еще... Как я... Там вторую справку неохота доставать на второй участок. Сельская Раиса Тимофеевна. Ну, в общем, кажется, один из хозяев давно уже умер, а второй хозяин депортирован в Россию. Но они до сих пор числятся. Надо теперь сходить в Акимат и узнать. А вот тут стоит страх. Наталья Артуровна Дик и сельская Раиса Тимофеевна. В общем, в Акимат сходить и узнать, что теперь с этим всем делать. Если хозяева чистятся, то они же должны как бы налоги на землю платить, должны в надлежащем состоянии участок свой содержать. Оградить там его. Ну, точно уж там не должно быть мусорки, свалки, такая, как сейчас-то. Вот. Хозяев-то фактически нет, но они есть. Но вот что с этим делать, я не знаю. Так, ну, сегодня у нас 8 сентября. Приходит к концу первой недели нашего обучения в школе. Вот так у нас проходит утро. Всех собираю, выходим на улицу. Собрались, пошли в школу. Сегодня у нас теплый солнечный день. А вчера дождь был, и мы замокли. Вон стоят, бодаются. Уже перестали бодаться. Один сентября стоит здесь. Сегодня родительское собрание было. И, в общем, я то в школу, то со школы. Утром то отвела Ромку, потом забрала Ромку. Потом опять на собрание. Короче, дел куча. И надо помидоры собирать, потому что мороз на сегодня. Насколько сейчас соберу, соберу. Времени мало, сейчас уже надо за коровами идти. Надо пособирать кучу. Так, сегодня у нас какое? Девятое или десятое? Десятое сентября. Прибыл наш папа. И сразу в бой. Лопату в руки и вперед картошку копать. Сегодня теплый у нас день. Ветер только, правда, немножко. А это я занесла, когда убиралась там под забором. Карагач. Надо его перепилить или что-то сделать. Ну сорви его. А что, ты с середины собрался копать? А, а то я отсюда начинаю копать. Да, уже копай. Потихоньку. Потом ходить можно было спокойно. По ряду я так и шла, только вот там до конца чуть-чуть не дошла. О, горох. Горох. Ну, даже жуки высыпали. Ну вот, кстати, два месяца действовал препарат. На третий месяц перестал действовать. И появились жуки. Ну, уже что, в августе я их не стала ни что травить. Побольше горох чуть-чуть. Хороший вкус там. Побольше горох. Ну, тут вот пару нормальных. Так. Вот накопались только картошки. Вся мелкая. Мало ее в этом году. Короче, не урожай. Нам не хватит, наверное. Ну, хотя посмотрим. Если Серега будет на вахтах, возможно, мне и детям хватит. Будет видно. Пока лежит, просыхает. Потом надо перебрать, спустить в подвал еще. Наше первое с Романом домашнее задание. Это сделать дерево семейное. Вот мы тут наклеили фотографии. Роман раскрашивал само дерево. А фотографии я вырезала, и он там клеил их. Вот такой задание. Побоже приготовил все. Заработала камера. Неужели? Убогие. Все уже соскучились, наверное, по папиной готовке. Папа готовит кабачковые оладьи. А мама собирается в школу Рома отводить. В общем, когда прошло несколько дней, оказалось, что все-таки глаз у него есть. Рыжик-рыжик. Глаз есть, только опухоль сейчас еще на лбу у него сохраняется. Я снимала тут кота, что у него все-таки есть глаз. Ну, заходи, а то холод пускаешь. Сегодня у нас 11 сентября. Откупили сено. Ну, папка привез денежку с вахты. Сено вот купили. Уголь еще должны купить. Погода, как видите, плохая сегодня. Дождливая. Папа, не пропусти время за коровами. Погода дождливая, она мочится, наверное. Где ты там, папа? Ты время за коровами не пропусти. В семь же они идут. Ну, Шаври, ты выходишь в полседьмого. Это только 17 минут. Смотри, не пропусти. А то увлекешься. Тебя все равно не видно, тут темнотегра. Увлекешься. Тут сигналовая же нет у нас света. Короче, сколько успеет сегодня перетащить. Не хочется, чтобы замокало. Ну, уже сентябрь, погода такая плохая.